Вооружу, ребят. Завтрак не задался. Это когда яйца заморозились. Вот такое сегодня доброе утро. Ох, приветики, ребята. Сегодня день у меня очень тяжело эмоционально. Я, короче, планировала поехать на далекий пляж от своего места размещения, но с утра узнала несколько интересных подробностей относительно моей завтрашней поездки на остров Пасхи. Да, сейчас я вынуждена вам рассказать заранее, куда я еду дальше. Я еду на остров Пасхи, и оказывается, все не так просто. Погнали! Несколько вещей, которые вам надо знать перед тем, как вы туда отправитесь. Первое. То, что вы купили дешевые билеты, еще не значит, что ваша поездка будет дешевой. Для того, чтобы передвигаться по острову, вам необходимо купить специальное разрешение. Так называемый вход в национальный парк. Он стоит порядка 8 тысяч рублей. Но и это еще не все. Перемещаться по острову вы можете только в сопровождении местного гида. День сопровождения гида в группе стоит еще 8 тысяч рублей. Частный гид обойдется примерно в два раза дороже. Кто-то тоже любит маленьких собак, которые гавкают так, как будто претендуют на то, что они большие. Короче, в результате вместо веселой поездки на остров Пасхи я получила какой-то полный букет разочарования. Потому что для меня всегда очень важно, когда ты на природе, чувствовать единение с этой природой. Быть с ней, так сказать, один на один, а не в кучке туристов. Или не с гидом, который тебе все рассказывает и показывает. Да, прикиньте, я предпочту чего-то не узнать, чем иметь общество... Нет, это это... Ну, вот такая вот я. И, соответственно, сейчас мы с вами идем в магазин закупаться продуктами на остров Пасхи. Потому что там цены примерно в три раза дороже, чем в Сантьяго. А в Сантьяго, чтобы вы понимали, цены в два раза дороже, чем в Москве. Который день я хожу, смотрю на это дерево. Такая яркость это, это что-то. Я должна его заснять. Сантьяго! Ребята, мои первые мороженые. И посмотрите, сколько накладывают. Чтобы я не уронила, заботливо дали еще стаканчик. Как итог, у нас с вами абсолютно раздельное питание. И мне так нравятся тут виды. И вообще, знаете, мне нравятся чилийцы. Мне нравится их позитивный менталитет. Я перестала обращать внимание на запахи. Кстати, я вам ни разу не рассказывала, но Винни Дальмар пропитан запахами марихуаны. Этот легкий, позитивный запах в воздухе создает настроение. А еще Винни Дальмар, столица университета. Вот скажите мне, сослать всех студентов на побережье, что будет? Правильно, разврат и веселье. Собственно, именно так можно охарактеризовать весь город. Разврат и веселье. Может, поэтому мне тут нравится? Не-не, шучу. Я очень консервативная и все такое. Ну, в этом есть что-то особенное, ребят. Скажите, что-то цепляющее. Сейчас шла, доедала мороженое. И маленькая капелька стала падать на землю. И я умудрилась сделать так, чтобы она попала не на футболку, не на штаны, не на тапочки, а на землю. И когда она упала, я подумала, вот это я, удачливый человек, вот это мне повезло. И сразу же подумала, вот лучше бы мне повезло не потратить дополнительных 16 тысяч на острове Пасхи, чем не упасть капелькой мороженого на свои штанишки. Вот штанишки бы я постирала. И не за 18 тысяч. Как вы понимаете, травма у меня. Переживательно. И затрат, потому что бюджет мой подходит к концу. А мне еще так много хочется посмотреть в Латинской Америке. Ребята, вы не представляете. Ну типа добраться досюда и ничего не увидеть. И поехать домой, ну это супер обидно. Но вы же понимаете, что я не миллионер, да? И что мои возможности ограничены. Так что исходим из того, что можем. Будем ехать так далеко, как только сможем. И надеюсь, посмотрим так много, как только сможем. В новом месте стараюсь каждый раз выбирать разные дороги. Наградой за это в данном случае стал видный прекрасный дом и город. И симпатичная пара, вышедшая из этого автомобиля. Помните, я вам говорила, что из каждой страны поношу какой-то урок? Мне кажется, из Чили, хотя я отсюда еще не уезжаю, я уже вынесла урок. Этот урок называется неосуждение. Тут может быть не так, как у нас принято. Но это не значит, что так плохо. Это не значит, что это влияет на настроение людей, на их мироощущения. И поэтому по-другому это не хорошо и не плохо. Это просто иначе. Хватит осуждать. Вот главный урок этой страны. Хочу запомнить этот момент. Хочу запомнить, как невыносимо соскучилась по дому и сделала отварную картошку, но в чилийском стиле. С лаймом, аллокадо и салатом. Последний вечер в Винни-дель-Мар. Последний раз на этом балконе с этим закатом. Было так здорово, а впереди еще лучше. Надеюсь, у вас тоже. Спасибо за просмотр. Пока-пока.